Якутские речники отмечают профессиональный праздник. В канун Дня работников речного и морского флота России в Якутске прошел торжественный митинг. А в Жатай на аллее речников открыли мемориальный камень. Его посвятили второму руководителю Ленского речного пароходства, заслуженному работнику транспорта ЕАССР, участнику Великой Отечественной войны Василию Дубровскому. Тему продолжит Захарова Саргалана. Якутскому флоту быть, можно сказать, перефразируя родоначальника российского флота Петра I. о наших якутских речниках. В 70-е и 80-е годы прошлого столетия больше 80% всех грузов, доставляемых в республику, перевозились только по водному пути. А сегодня водный путь является для некоторых отдаленных и труднодоступных районов республики единственным способом доставки жизненно необходимых грузов. До прихода железной дороги груза доставляли только по реке. Небольшие теплоходы, которые уже давно ушли на списание, справлялись с невероятными планами перевозок. Манки, 200-е сильные пароходики, колесики. Вот таких пароходок сейчас даже до Усть-Алдана не пускают. А раньше мы ходили, понимаете, до Тикси, Алиниевский залив, проходили колесные пароходы. За годы существования якутского флота, как отметили на торжественном митинге на сквере речников, происходило многое. Были и победы, и разочарования, и трагедии, которые не обошли стороной якутских речников. В память о них сегодня к памятнику, посвященному столетию судоходства по реке Лени, возложили гирлянду. Мы этим самым вспоминаем всех речников, всех тех, кто работал на Лени, все тех, кто отдал свой труд. То есть это память всем погибшим нашим речникам. Этот памятник создан судоходством на реке Лени. Поэтому мы когда здесь собираемся, мы подразумеваем, мы вспоминаем и тех, кто был, и тех, кто работает. Значит, и то сегодня стоит у штурвала. После церемонии возложения, по традиции уже на аллее речников, в поселке Жатай открыли очередной мемориальный камень, уже 12-й по счету. Его посвятили второму руководителю Ленского речного пароходства, заслуженному работнику транспорта ЕАССР, участнику Великой Отечественной войны Василию Дубровскому. При нем пароходство получило большое развитие путем обновления флота. Именно при Василии Максимовиче флот обновился кардинально. Развилось собственное судостроение в Киренске, в Жатае, на верфях в Жигалово, в Качуге. Весь речной флот, линейка речного флота, которая сейчас работает на лене, это заслуга Василия Максимовича. Отметим, что именно Василий Дубровский завершил в 1972 году объединение компании. Были присоединены Индигирка и Колымское линейное речное пароходство. Флот освоил 21 тысячу километров водных путей. Лорб начал самостоятельно обеспечивать грузоперевозки на трассе Севморпути. И многое-многое другое, за что сегодня благодарят Василия Дубровского, его коллеги и преемники. Саргалана Захарова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.